приветствую всех на канале меня зовут наталья и сегодня у нас информативное видео меня часто спрашивают про броши про камни стразовые цепочки полу бусины цветы и многое другое поэтому сегодня все расскажу и конечно обновленные ссылки оставлю под видео так как последний раз я снимала такое видео года два назад если не больше многие ссылки уже устарели и в следующем видео я планирую рассказать вот про эти ленты мне очень вопросов задай много вопросов задают они у меня двухсторонние я выложу все цвета которые у меня есть все размеры и конечно оставлю ссылку где их купить я сама покупаю их швеции но они есть эти магазины в европе поэтому кто живет в европе можно их купить а сейчас пристали наверное начну по порядку многие помнят вот эти броши прошлом году я делала очень много комплектов с ними они очень хорошо смотрятся как на темных лентах так и на светлых ссылки оставлю рекомендую просто отличные броши вот такие броши также я показывала несколько комплектов они у меня в золоте и разных цветах очень красиво смотрятся на любом изделие посмотрите просто шикарно такие броши с ними я работала но уже года они у меня лежат наверное помните комплект в голубом цвете также красиво смотрится мне еще были белые но белые закончились потрясающий цвет морской волны они мне еще были в золоте но закончились и конечно короны корона знакома всем многим потрясающе смотрится вы наверно помните мои шары с камнями очень рекомендую что у меня здесь здесь у меня также броши можно сказать это мои старые сережки но пока я их нигде не использовала конечно же ссылочку на них не дам но возможно вы что-то увидите в этом исполнении такие броши вы тоже видели они у меня есть разных цветов зелененькие можно подобрать подо все популярные броши когда-то вот они наверное вот так наоборот лучше эти бантики можно как вверх так вниз поэтому выбирать вам вот такие броши у меня есть и в золоте и в серебре также у меня есть они вот с этими маленькими висючками возможно в этом году я что-то придумал так здесь у меня на очереди колпачки колпачки я покупала у себя здесь в испании в китайском магазине но что-то похожее я оставила на канале вот такие броши очень красивые они у меня также с висючками есть и есть побольше мои постоянные подписчики также помнят изделие я делала бантики вот очень красивые броши были у меня такие еще в вишневом цвете но я сделала комплект и сразу его отдала даже не успела снять вот такие маленькие камни я купила также их здесь ссылку конечно не оставлю я обрезаю вот эти ниточки и они очень хорошо смотрится на любом бантики теперь перейдем к цветам у меня есть два поставщика и конечно я оставлю все ссылки вы наверное помните игрушки с цветами можно украсить любую любой бантик любую игрушку я в основном предпочитаю вот такие небольшие розочки даже сейчас вам скажу размеры вот эта розочка у меня два с половиной сантиметра и вот эта розочка два сантиметра мне также часто задают вопросы какие розы я использую конечно можно еще маленькие тут один сантиметр добавить сочетание подобрать и украсить любой бантик есть побольше цветы они у меня уже три с половиной но я их очень редко использую стразовые цепочки в основном я использую стразовые цепочки два с половиной миллиметра это самый удобный размер работать вот сейчас вам показываю хамелеон он умея есть как серебре так и в золоте это просто неотъемлемая часть в работе с игрушками так же вот у меня тут осталось в золоте и в серебре просто камни белые это наверное больше всего я использую то мне еще такая бы есть цепочка и и я всего лишь два раза использовала поэтому если вам нужен определенный цвет то да а так не советую покупать здесь у меня цепочка идут камни и перу перу опять забыла слова по-русски жемчуг вот сочетание видите они через один камни и жемчуг также очень хорошо смотрится и наверное вы помните игрушки я делала есть отдельные отдельные вот такая вот цепочка жемчуг это у меня три миллиметра но я советую два с половиной а можно и два конечно чем мельче цепочка тем сложнее с ней работать но если приноровиться то все получится камни камни у меня много разного размера мы с ними работу с вами работали извините вы уже видели как я с ними работаю и мне часто задают вопрос какой размер самый который я работаю скажу начиная от 12 до 30 номера это вот номера с которыми больше всего я работаю чем мельче номер чем меньше тем меньше сами камни вот у меня тут 8 вы видите 4 у меня есть но я его даже не открывала 3 10 конечно поэтому ссылочки также оставлю я покупаю у одного магазина в одном магазине и как бы довольно так и чуть не забыла меня также спрашивали про цепочку почему у некоторых цепочка окисляется а у меня она чистая и белая могу сказать сразу что это качество цепочки поэтому вот я уже сколько работаю беру также в одном магазине никогда ничего у меня пока не окислялась полу бусины у меня есть разные в основном я работаю с полу бусинами 4 миллиметра они идут в полотне но затем я их разрезаю вот на такие полоски и с ними работаю здесь у меня 5 миллиметров но я их редко использую практически даже не использовала также есть вот такие полу бусины они сразу соединенные две я тоже редко с ними работаю но они вполне пригодятся для игрушек и если посередине пустить еще стразовую цепочку она как раз садится именно на полу бусина поэтому очень даже ничего могу рекомендовать вот такие полу бусины вы наверное помните я делала бокалы тарелки свечи вот они умеют каплевидные есть вот такие вот круглые также разных размеров сейчас просто не доставала все все ссылки оставлю вы помните как и работала мы обрабатывали все с разовой цепочкой я показывала как это делать как подрезать цепочку как подготавливать материалы также ссылки я оставлю всем посмотрите возможно кому-то будет интересно также умеете еще вот такая цепочка недавно приобрела поэтому еще не использовала ссылку я на нее оставлю ее можно подрезать если надо можно использовать как она есть вот такая цепочка по моему вы уже ее видели я делала когда-то игрушки тоже это были на заказ вот такая у меня есть пока я ее не использовала использовала просто в подарках но она также будет очень красиво смотреться в декоре на игрушках и мне часто задают вопрос про кисти кисти очень хорошие покупала я их в украине не могу сказать сейчас работает или нет эта девушка но в любом случае я с ней попытаюсь связаться если все получится я оставлю ссылку под видео кисти идут в упаковке они по 10 штук можно брать вот с веревочкой можно без если получится я конечно же оставлю ссылку потому что кисти просто нереальные и очень приятно с ними работать сейчас я смонтирую видео каждую брошку чтобы вам было удобнее найти как-то назову если вот будет жемчуг в золоте разные цвета как бы там будет одна ссылка но конечно разные цвета или например жемчуг в серебре или еще как-нибудь камень в золоте но это уже понятно корона вот эту как-то брошку надо называть зигзаг или как-то не знаю но в любом случае как-то все выложу и в течение двух часов я это буду делать потому что сразу все ссылки не монтируются видео не спешите писать вы обещали не дали все будет выставлю видео и потом отдельно копируется каждая ссылка и выкладывается поэтому все будет конечно если уже вечером не найдете можете писать если я вдруг что забыла а так все выставлю на сегодня все надеюсь урок был полезен информативен и если вам что-то надо из того что у меня есть вы можете найти под видео посмотреть где это купить по какой цене я никакой информации не скрываю все в открытом доступе поэтому творите красоту вместе со мной творческих успехов вам и до скорой встречи пока пока